Я передаю слово с большим удовольствием Людмиле Максимовне Самарской, представляющей ММО имени Примакова Российской Академии Наук. И, соответственно, свою тему она представит сама. Людмила, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Благодарю за приглашение выступить на интересной конференции. Очень важный. Так, я начну сейчас демонстрацию экрана, чтобы показать презентацию. Тема моего выступления сегодня – «Сионисты в Палестине. Национализм против колониализма». И, в принципе, эта тема до сих пор остаётся крайне актуальной. Вопрос о том, в принципе, является сионизм колониальным движением, то есть чем он является в большей степени – колониальным движением или национальным движением, актуален до сих пор. Или, может быть, он сочетает в себе элементы и того, и другого. В принципе, в последнее время очень часто обращаются к теории постколониализма. Она появилась не сегодня, она появилась в 2010-х, в 2010-х. Но, в общем, Израиль и догосударственный еврейский национальный очаг в этом контексте зачастую воспринимается как, в общем, колониальный такой проект Великобритании на Ближнем Востоке. И при этом евреи рассматриваются как колонизаторы, как такое воплощение западного империализма. И, в общем, многие исследователи до сих пор считают, что сионисты смотрели на палестинско-арабское население во многом через призму ориентализма. И так во многом продолжают смотреть многие и традиционные, и даже некоторые новые израильские историки. И, в принципе, спорят по этому поводу до сих пор. Есть те, кто отмечает сочетание западного и восточного еврейском самовосприятии. При этом, с одной стороны, отношение к арабам Палестины основывалось на неком опыте европейского ориентализма, но при этом сионисты даже отчасти вдохновлялись образом местного населения. При создании новой еврейской культуры. При этом, в то же время, они старались дистанцироваться от местных жителей, впрочем, как это делали зачастую белые колонисты-переселенцы, но в то же время они таким образом старались сохранять особые черты своего сообщества точно так же, как они это делали в Европе и, в принципе, других государств, в которых проживали для сохранения своей идентичности. Но теперь же это имело значение в контексте создания новой национальной идентичности. Есть исследователи, которые говорят, что нет, сионизм – это определённое колониальное движение, об этом зачастую говорят палестинские исследователи, в частности, Нур Масалха. И он говорит о том, что колонизация, в принципе, оправдывалась цивилизаторской миссией Запада на Востоке. Библейские мифы способствовали созданию сионистского переселенческого нарратива и вписывали его в западную империалистическую парадигму. И таким образом еврейский национализм становился фактически европейским колониальным движением. Не все согласны с этим, кто-то говорит наоборот, что нет, сионизм не имел никаких черт колониального движения, потому что традиционный колониализм нацелен на эксплуатацию или перемещение местного населения насильственно на вооружённое завоевание земли, на выкачивание ресурсов. А в то же время евреи делали акцент на еврейском труде и конкурировали с арабами, и, в общем, не стремились использовать арабский труд. В общем, понятно, что есть и спалансированная позиция, которая говорит о том, что, с одной стороны, сама сионистская организация пыталась использовать методы, характерные для государств-колонизаторов, заимствованные, в общем, из европейской колониальной практики. Она, например, учреждела колониальный банк, и позднее появилась идея о перемещении арабского населения, о замещении его еврейским. Но при этом устойчивой безоговорочной поддержки государства в метрополии, то есть в Великобритании, в амсионистов, в общем, не было. Точнее, это зависело от конкретного периода. И поэтому о колониализме в прямом смысле говорить сложно. И более того, нужно учитывать, что сионист, в принципе, тоже претерпевал трансформации в течение первой половины XX века. И если сначала были идеи совместного существования, еврейского труда, то постепенно начали появляться идеи о перемещении местного населения, о том, что с местным населением будет очень сложно ужиться вместе. То есть в итоге мы получили комбинацию, в общем, во многом и того, и другого. И действительно, например, Герцер рассматривал возможность создания еврейского национального очага в Палестине именно в рамках европейского колониального доминирования. Но в то же время у еврейского переселения на Святую Землю были свои очень интересные особенности. С одной стороны, идеологи сионизма и евреи-пионеры стремились как можно сильнее отдалиться от своего уголутного наследия. Они, в общем, романтизировали образ бедуина. Они заимствовали арабское слово «цамбар» и трансформировали его в слово «сабар», то есть как бы рождённый в земле Израиля. И они заимствовали, в общем, и прислали местные кулинарные традиции, в общем, крайне известные, например, хумусов, калафеля и прочего. То есть это была такая попытка строительства новой национальной идентичности, в принципе, успешной. На противопоставлении нового еврея, старому еврею, галутному еврею, и для этого адаптировались черты местного населения. То есть, например, в связи с этим появлялись такие интересные идеи, как заимствование, как бы, как романтизация бедуинов, попытка рассмотреть и исследовать обычаи местных жителей, стать такими же во многом, как они. Но в то же время, что интересно, было и противопоставление себя местному населению тоже. То есть, например, как видим в этой цитате Шмеля Даяна, это такая дихотомия, то есть, с одной стороны, отторжение своего старого наследия. И когда мы говорим, например, о еврейской исторической памяти, культурной памяти, о том, как строилась эта идентичность первой половины XX века, то мы видим, как они обращаются обращаются каким-то библейским сюжетом, каким-то сюжетом периода второго храма, то есть, конца периода второго храма и разрушения его, но при этом не используют то, что было во время Галута. То есть, этот период оказывается как бы вырезан из исторической памяти, при том, что он, естественно, оставался, и при том, что его значимость нельзя недооценивать, именно потому что они намеренно старались от него таким образом отказаться. Но при этом они старались не в полной мере стать местными, потому что мы видим, что они местных зачастую воспринимали как диких, как, в общем, людей пустыни, и в полной мере адаптироваться к этому тоже были не готовы. И опять же, это тоже очень разные позиции, то есть, кто-то считал, что нужно в полной мере это принять, кто-то считал, что от этого тоже нужно отказываться, и в итоге получилось интересное сочетание в национальной идентичности. И, в общем, это получилось такое переплетение национальных идей о возрождении и возвращении на историческую родину с колониальным, немножко даже ориенталистским восприятием местного населения и стремлением принести цивилизацию на безлюдную и запущенную землю. И, в общем, во многом это близко к концепции бремени белого человека. И интересно также, что евреи-ашкиназы, выходцы из Европы, смотрели тоже по-особому на евреев, выходцев из восточных стран, на Сифардус, на Мизрахим, и они не в полной мере зачастую их воспринимали как своих. С одной стороны, там тоже были сионисты, безусловно, но при этом в культурном смысле Мизрахим были ближе к населению стран своего происхождения, чем к европейским евреям, и поэтому зачастую оказывались на вторых ролях при создании протогосударственных институтов, в частности. И, в общем, ещё одна особенность заключалась в том, что Мизрахим именно из-за своей близости к культуре стран происхождения, к арабской культуре, но в то же время к еврейской традиции, они могли выступать такими посредниками, и, в общем, пытались выступать посредниками между евреями и арабами, но, в общем, к сожалению, к положительным результатам это не привело, и взаимное недоверие, и взаимное непонимание, и, в общем, между еврейским, и арабским сообществом, и внутри еврейского сообщества оказались на определённом этапе непреодолимы. И ещё одним важным аспектом, который тоже часто поднимается, и о нём говорят как об одном из элементов еврейской такой колониальной экспансии, это освоение земли. То есть был и идеологический аспект, и экономический аспект. С одной стороны, Палестина воспринималась, и она действительно во многом была таковой, как слабозаселённая и бедная территория. И, например, к преимуществам еврейского заселения Палестины относились и, в общем, общеэкономическое развитие страны в перспективе, и перспектива вложения до финансов еврейских общин со всего мира. И был ещё один очень интересный элемент, связанный с еврейской религиозной традицией. То есть, с одной стороны, сионизм – это, естественно, светское абсолютно движение, но которое интегрировало очень многие элементы иудаизма. И в иудаизме одной из значимых заповедей является необходимость заселения земли Израиля. Для этого позволительно даже нарушение некоторых правил шабата, то есть покупки земли Израиля. То есть покупка собственности у нееврея в Эрц-Исраиль представляет собой исполнение заповедей заселения земли и приносит пользу всему еврейскому народу. То есть это элемент ревинистического права, интегрированный в идею и переформулированный, и как бы изобретённый заново. То есть в сионистской переселенческой риторике это трансформировалось в представление об освобождении земли. То есть выкупленные земли в Палестине возвращались в собственность еврейского народа. То есть он не приобретал их заново, он возвращал их. И в принципе, в мемуарах и воспоминаниях сионистов-переселенцев идёт постоянное обращение к теме освобождения или завоевания земли. Но в плане завоевания имеется в виду не борьба с местными жителями, а борьба с неблагоприятными условиями, для земледелия в частности, с малярией. И они зачастую говорят о том, что Национальный фонд совершил это великое деяние освобождения Израильской долины. То есть имеется в виду именно выкуп земли. И они говорят о том, что холуцим, то есть первопроходцы, они выйдут под знаменем батальона на новый бой, на бой с дикой природой и запустением страны. И хотя сионистов зачастую обвиняют в том, что они лишили арабов лучших земель и наиболее удобно расположенной земли в стратегическом плане, действительно, Израильская долина, например, уже упомянутая, она самими евреями-переселенцами называлась самой просторной и плодородной долиной земли Израиля. Но по свидетельствам переселенцев-пионеров, освоение земель было сопряжено с очень тяжёлым трудом из-за того, что местность была крайне болотистая, и это было связано с малярией. Это провоцировало малярию, и она, в общем, выкашивала целое поселение. И именно сионисты смогли сделать эти земли пригодными для безопасной жизни и плодородными. И, безусловно, в этом им помогли технологии, которые были ими принесены на эту территорию извне. То есть, в целом, можно говорить о том, что, да, безусловно, у сионистского движения в Палестине были некоторые черты колониального движения, оно со временем трансформировалось и, возможно, стало чуть более колониальным, чем было изначально. Но в целом сложно говорить о том, что сионизм был интегральной частью европейской колониальной экспансии, потому что у сионизма, точнее, у евреев были достаточно сложные отношения западной цивилизации, это, в общем, известно, поэтому их нельзя считать праздниками исключительно западноевропейской имперской идеологии. И хотя, безусловно, в культурном смысле они испытывали влияние окружавших их христианских практик, и традиций, и светских течений, и идеологий. Но в то же время в сионизме и в еврейской идее значительную роль играли концепции, основанные на множестве различных элементов, и в том числе на иудаизме и на раввинистическом праве, в частности. Ну, в общем, переосмысленно и трансформированные, но тем не менее. И при этом идеей еврейского национализма было возвращение в Элт-э-Саэль, то есть в землю Израиля, на землю праотцов, и это принципиально отличает их от любых других колониальных движений, от, в общем, традиционного переселенческого колониализма. И территориалисты действительно были в рамках сионистского движения, которые рассматривали любую доступную территорию для создания еврейского государства, в частности, сторонники плана Уганды. Ну, в общем, эти предложения в итоге широкой поддержки не встретили и в итоге не были реализованы. Поддержала именно идея возвращения на историческую родину. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Максимовна. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Тема действительно интересная, как и с точки зрения эмпирики, так и с точки зрения концептуально-методологического аппарата. Сами посебяюсь. Так, коллеги, пожалуйста, вопросы, комментарии. Какое-то молчаливое состояние. Но я задам в любом случае вопрос. Людмила Максимовна, вот с самого начала, как бы у меня были большие, как всегда, ожидания, связанные с противопоставлением национализм и колониализм. И несмотря на то, что у вас достаточно четкие в конце были выводы, попытавшиеся, вы в какой-то степени соединили, соединили, дали нам какой-то органический синтез и дали характеристики, в какой пропорции мы должны использовать то или иное понятие. Но не кажется ли вам, что вот то, что вы описали, как раз и укладывается в слово скорее пионерство, нежели, собственно, слово колониализм. При всех вот тех многократных дополнениях, которыми обрастает слово колониализм во второй половине XX века и XXI веке вместе с развитием постколониальных теорий, конструктивистских теорий и так далее. И да, вполне закономерно кажется сама эта постановка вопроса о том, что если арабы, палестинцы обвиняют израильтян и сионистов в том, что они колонизаторы и то, что они часть мирового колониализма, ну, это логично разобраться в этом. Но вот в самом дискурсе сионистском слово колониализм, оно как присутствует в этом плане? Вот это второй такой аспект моего вопроса. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я совершенно согласна с тем, что когда мы говорим о сионизме, мы в большей степени говорим, конечно, о пионерстве, чем о колониализме. То есть о колонизме, но не о колониализме. И колониальные черты есть, но они есть в том смысле, что евреи зачастую действительно смотрели на местное население как не в той же степени развитые, как они сами. То есть иногда наоборот они это романтизировали, но в принципе это для европейского ориентализма тоже было во многом характерно. И ориентализм, когда я говорю, в данном случае я имею в виду в том числе такой романтизированный взгляд с запада на восток, то есть восприятие востока как чего-то загадочного, непонятного, очень интересного, но без естественного понимания различий между какими-то странами, регионами, какой-то специфики. То есть такой романтизированный взгляд, и это для сионистов было в общем характерно. То есть опять же такая дихотомия. С одной стороны романтизация бедуина, с другой стороны восприятие местных как таких дикарей зачастую. При том, что иногда отношения между сообществом еврейским и арабским, которые жили рядом, и даже если это был новый ишуф, а не старый, они в общем зачастую были дружественными, в каких-то ситуациях сложности были, но были и примеры позитивного сотрудничества. И в этом смысле сионизм имел некоторые элементы, колониализма и колониальной мысли и вот этих идей о бремени белого человека просто потому, что евреи, но большая часть евреев, которые населяли Палестину в первую половину XX века, они были выходцами из Европы. То есть они неизбежно могли мыслить в тех же парадигмах, которые существовали в европейском сообществе. И это неизбежно на них влияло. То есть точно так же, как сионизм был порождением во многом европейских и националистических идей. И в этом смысле те же сионисты рассматривали, если и рассматривали колонизацию Палестины в колониальном смысле, то исключительно в позитивном ключе. То есть принесение развития, экономических достижений, то есть в абсолютно благородном смысле. Понятно, что в итоге это могло трансформироваться, и понятно, что это имело отношение в значительной степени к их желанию заселить Палестину, но изначально идеи, в общем, были положительные. А потом, конечно, это во многом трансформировалось. Ну, мессианство всегда полагает себя чем-то положительным, но всегда воспринимается критически тоже. Татьяна Всеволодна, Насенко с нами. Пожалуйста, Татьяна Всеволодна, вам вопрос или суждение. Микрофон только включите, пожалуйста. Здравствуйте, я очень рада присутствовать на этой конференции, и мне было очень интересно прослушать доклад Людмилы, которую я знаю как очень способного и интересного исследователя уже давно. И вот мне показалось в ее выступлении некое направление такое или склонность к романтизации того, каким являлся сионизм на тех первых этапах своего развития и того поселедческого движения, которое существовало в Палестине. Ведь нужно сразу напомнить, что для арабов присутствие и ход сионистов в Палестину был явлением очень нежелательным и очень болезненно воспринимался арабским населением. И вот мне бы хотелось, чтобы Людмила немножечко порассуждала о том, почему, казалось бы, такое романтичное, молодежное, можно сказать, движение, как пионерство сионистское, почему оно находило такую негативную реакцию среди арабского населения. Ведь вот было сказано о том, что действительно были примеры сосуществования, но я бы сказала, что этих примеров было значительно меньше, чем примеров обратных, когда арабы оказывали большое сопротивление сионизму и сионистской деятельности. И вот мне бы хотелось услышать от Людмилы, в чем она видит причины этого и такой реакции со стороны арабского населения. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что местное арабское население во многом воспринимало новых евреев, которые приезжали в Палестину, как чужаков, потому что они были для них действительно чужаками с чуждой культурой, приехавшие из Уни, из Европы в частности, не похожие на тех евреев, которые жили в Палестине до этого в том числе. И это вызывало непонимание и зачастую неприятие. И помимо этого, евреи, приезжая, они приносили с собой, естественно, свои какие-то практики, представления о том, как они должны тут жить, как в принципе тут нужно жить. И одна из причин заключалась также в том, что у них были очень разные представления о владении землёй. То есть принципы и практики землепользования в Палестине на тот момент отличались от того, к чему привыкли приехавшие туда евреи. То есть евреи покупали землю у землевладельцев крупных, и они считали, что теперь эта земля их. А крестьяне, которые жили на этой земле, они продолжали там жить и продолжали воспринимать эту землю как свою. И они не понимали, в чём, собственно, проблемы, почему они теперь жить здесь не могут, почему их отсюда выгоняют. То есть один из элементов был в этом. То есть с одной стороны, это такое культурное, идеологическое, ну, точнее, не идеологическое, скорее, ну, да, именно культурное, непонимание взаимных традиций, практик и прочего. А с другой стороны, это просто зачастую неприятие того, как чужаки приходят и приносят свои правила, какие-то правила землепользования в том числе, и это, естественно, вызывало неприятие. То есть понятно, что это только некоторые из аспектов, это сложнее, но это такие очень важные аспекты, которые, безусловно, влияли на восприятие. И, в общем, сами сионисты писали о том, что изначально в противодействии еврейскому заселению не было такого идеологического, политического элемента, он появился позднее. То есть зачастую это были именно такие недопонимания, взаимные непонимания просто. И уже позднее это трансформировалось именно в такую более политическую идею, которую и газеты, в частности, выражали. Спасибо большое. Да, Елена Суреновна, документ, пожалуйста. Спасибо большое. У меня к вам тоже, если позволить, пару вопросов. Ну вот вы говорите о том, что евреи, переселенцы, они воспринимали арабов как дикарей, что было такое ориенталистское отношение. Но, в общем-то, ведь это объективная реальность, что евреи, которые приезжали из стран значительно более развитых и в экономическом, и в политическом, и в идейном плане, это, конечно, они были носителями другой культуры, другой идеологии. И это, в общем-то, ведь очень сказывалось и на истории Палестины всего периода, даже и очень длительное время, даже уже после раздела Палестины. Но поэтому это, в общем-то, как бы, да, но говорить о том, что это вот какое-то было такое отношение с высока, с позиции белого человека, наверное, это не совсем верно, потому что действительно это приезжали люди очень идейные, это приезжали романтики, которые действительно вот были, у них было стремление до создания своего собственного национального государства, и, конечно, для меня сионизм это прежде всего национальное движение, и я думаю, что я не знаю, мы как-то своего отношения к этому не вывозили, я не знаю, как вы воспринимаете сионизм, что он для вас, да, но мне кажется, что, конечно, конечно, это было прежде всего национальное движение, да, и там много было вот таких вот сопутствующих моментов, которые объясняют то, что, ну, действительно, вот, и тем более надо учитывать, вот, когда мы говорим про какие-то колониальные захваты или там освоения, то ведь тогда Палестина была подмандатной территорией Великобритании, это же не было самостоятельным арабским государством, правильно, и поэтому это тоже были совершенно другие условия, и евреи туда приезжали, получив соответствующее добро со стороны Великобритании, да, так что это тоже немножко другая, да, вот, ситуация, чем когда мы говорим какие-то другие страны, да, с аналогией проводить совершенно невозможно, и потом вот второй вопрос, да, вы говорите о переходе земли, но ведь первое время, когда началось это движение переселенческое, ведь они в основном селились на непригодных, да, землях, где они были пустующие, которые приходилось учителям тяжело возделывать, да, и это очень много, да, об этом написали, да, куча есть воспоминаний о том, как это происходило, вот, потом был вот этот создан фонд для выкупа арабских земель, и тогда действительно ведь арабские страны еще там в 45-м году, да, они поставили эту проблему, да, когда создавалась лига, о том, что надо создавать и свой арабский фонд, чтобы не допускать этого перехода земель именно вот таким образом продажу этих земель, вот, то есть это тоже ведь все-таки я понимаю, что были, наверное, случаи там, когда их изгоняли с этих земель, но это в основном были уже когда начались столкновения, насколько я себе представляю, да, вооруженные столкновения, тогда, да, были случаи, когда и наследственным образом это все происходило. Вот, пожалуйста, не могли бы как-то прокомментировать. Спасибо большое за ваши вопросы. По поводу сионизма, безусловно, я согласна, что сионизм это национальное движение, это бесспорно, у него есть некоторые элементы колониальных идей, но это, безусловно, по своей сути национальное движение евреев, это еврейское национальное движение, сформировавшееся в Европе по многому естественным образом под влиянием европейских идей и частично идеи иудаизма о возвращении на святую землю, значительно трансформированных и переложенных на светскую почву. В этом плане абсолютно согласны с тем, что это именно национальное движение, просто с некоторыми элементами такого колониального, и есть еще такой момент, что в принципе британцы, когда создавали подборнатную Палестину, они во многом воспринимали евреев как проводников своего колониального влияния на этой территории. Другой вопрос, что этот план не в полной мере сработал, потому что у евреев были свои представления о том, что они будут делать на этой территории. То есть они просто смогли использовать такую позицию британцев, это мнение британцев, и в общем реализовывали свои национальные интересы в итоге. Вот по поводу земельного вопроса, да, не селились действительно на зачастую малопригодных для обработки земли, и не все их поселения выживали, то есть уже к моменту второй алии были, и в общем к первой алии, и второй алии, там были ситуации, когда они знали, что на этой территории было поселение, но оно просто не выжило, то есть оно вымерло, потому что там были совершенно непригодные условия, то есть где-то это были изначально арабские поселения, где-то это были уже еврейские поселения, не преуспевшие, какие-то поселения были относительно успешными, но они смогли стать успешными благодаря финансированию и благодаря арабскому труду, то есть когда они еще не перешли в полный мерик этой идеи еврейского труда, то есть коммуны зачастую, которые пытались использовать еврейский труд, они в силу того, что евреи, приехавшие, не очень были приспособлены в общем к работе на земле, они тоже не справлялись и умирали за счет этого, и уже постепенно они нарабатывали опыт и умения и разрабатывали эту землю и в итоге смогли сделать часть этих земель, многие из этих земель действительно пригодными, да, потом был выкуп, национальный фонд и тоже выкуп этих земель, в принципе, вполне легальный и законный, то есть они действительно их покупали, а не захватывали, а когда они говорили о завоевании земли, они говорили о том, что вот они придут на какую-то территорию, они будут бороться с природой, они сделают ее пригодной и плодородной для жизни, наверное, так. Спасибо большое, Людмила Максимовна, Алексей Викторович, пожалуйста. Вопрос такой, известно, что сианизм был движением светским, но все-таки, на ваш взгляд, какую роль играл религиозный фактор, не в самом даже сианизме, а вот, на ваш взгляд, в механизме столкновения, в механизме конфронтации, которая случилась между еврейскими поселенцами и арабским населением, этот вопрос важен, на мой взгляд, в связи с тем, что в дальнейшем, начиная с 20-го года, с арабской стороны, во всяком случае, именно религиозные деятели превратились в лидеров вот этого арабского антисионистского антиеврейского движения, но во главе с муфтием Иерусалима. И как раз вот эти события 20-го года в Иерусалиме у Стены Плача, то есть, это все вокруг еврейского праздника, вокруг, вернее, еврейских религиозных обрядов. И, ну, очевидно, что арабы смотрели на евреев безотносительно к тому, насколько они были светскими, несветскими, европейскими. Они в любом случае смотрели на них сквозь призму исламских представлений о том, что такое иудеи. Вот. И, ну, вот, на ваш взгляд, вообще, как это все было и какую роль все-таки именно религиозный аспект, религиозное противостояние сыграло в этом противостоянии в целом. Спасибо большое за вопрос. Я бы сказала, что, да, в принципе, в арабо-еврейском противостоянии можно выделить и религиозный аспект тоже, но все-таки это в наибольшей степени как бы такой национально-территориальный конфликт. То есть, дело не в том, что арабы не были готовы видеть евреев на этой территории. В принципе, почему нет? И евреи там жили, и еврейская община там была, она, да, она была небольшой, но, но в целом, к евреям относились как бы вполне нормально, и об этом говорили, например, и там шериф Микки Хусейн, и его сын Фейсал, о том, что хорошо, евреи, да, пусть они приезжают, это, в общем, идея национального очага еврейского государства, которую многие подразумевали, и сионисты зачастую подразумевали, и даже британские политические деятельности в частных разговорах, они говорили о том, что, да, возможно, там будет государство. Иногда они это опровергали, но в частных разговорах это тоже, в общем, иногда звучало. И поэтому говорить в полной мере о религиозной неприязни достаточно сложно, именно потому, что сообщества достаточно долго сосуществовали вместе. И, да, религиозные какие-то события, мероприятия могли быть трингерами, ассоциируясь с еврейской общиной, но скорее с тем, что они сюда эмигрируют и хотят здесь создать национальный очаг, что было неприемлемо для местного населения, что, в общем, им не воспринималось положительно. То есть, опять же, если очаг в ограниченном смысле, ну, хорошо, допустим, почему нет, но в более широком смысле, как это трактовали многие сионисты, и в том числе сионисты-ревизионисты, которые уже в 20-е годы активизировались, в этом контексте это воспринималось негативно. То есть, всё-таки, в наибольшей степени, национальный территориальный конфликт, да, с элементами религиозного, и это, в общем, до сих пор так. То есть, да, религиозный аспект, он есть, но это именно аспект, это не ключевой элемент противостояния во многом. Спасибо. Видите, как много вопросов у него, Максим, как видит, ваш доклад, он не оставляет никого безучастным. Борис Васильевич, если можно, покороче вопрос формулировать, чтобы нам уложиться по времени. Пожалуйста, Борис Васильевич. Спасибо, да, я постараюсь. Спасибо большое, хоть я и не слышал полностью заклад, но очень интересно и очень так правомерно было объяснение. У меня, собственно, вопрос, реплика. Вот прозвучало то, что сионистское движение это не светское движение. На мой взгляд, всё-таки, это не совсем так. Сионистское движение это религиозно-политическое движение, то есть создание государственного очага государства евреев, иудейского государства на территории Палестины, которое будет именно иудейским. И до сих пор, вот сейчас, что такое государство Израиль? Это государство для евреев. Это официальная политика руководства Израиля. Это государство для евреев. Я повторю, это уникальное государство. Но есть другие государства, которые тоже некоторые, не будем сейчас на это обращать, Но это именно государство, построенное на основу сионизма, государство для евреев только. Вот это я хотел бы сказать. Если что-то возможно не так в моём представлении, пожалуйста, я готов, конечно. Вы знаете, я не совсем согласна, потому что да, сионизм, безусловно, во многом очень многое берёт из еврейской религиозной традиции, но он её интерпретирует совершенно по-своему. То есть в еврейской религиозной традиции до второй половины XIX века немыслима идея человеческого создания государства в земле Израиля. То есть это возможно только с приходом Машеха, Мессии и в религиозном смысле, но не руками человека. В этом во многом принципиальное отличие. То есть, безусловно, сионизм интегрирует в себя очень многие идеи. И да, сама идея возвращения в землю обетованную, да, она, безусловно, взята оттуда, но она трансформирована, она как бы перевёрнута. И сионизм говорит о том, что человек сам создаёт то, что ему нужно, и он создаёт государство для еврейского народа. И опять же, понятие о том, кто такой еврей, оно трансформировалось в XIX веке. Если до этого это действительно определялось на основе религии, еврей – это тот, кто иудей, если он меняет религию, то он перестает быть евреем. То есть он становится христианином. А с XIX века, с появлением представления о национализме, появлением принципа этого явления, еврей не переставал быть евреем, даже если он не соблюдал нормы иудаизма. То есть он переходил в христианство, он всё равно оставался евреем. И это во многом породило необходимость и, в принципе, возникновение сионизма, потому что евреи поняли, что они продолжают оставаться чураками, что бы они и делали. Пытаясь интегрироваться, они продолжают оставаться чураками. И поэтому возникла вот эта идея. И она, в общем, была светской по своей сути, вдохновлённой идеями светского европейского национализма. И сейчас, когда идёт речь о еврейском государстве, идёт речь, очень многие в Израиле не согласны с тем, что это государство должно быть иудейским в смысле существующим по Галахе, функционирующим в соответствии с нормами еврейского религиозного права. Большинство считает, что оно должно быть светским государством. Да, с особой ролью, и как бы с доминирующей ролью евреев, да, с особой, возможно, ролью иудаизма, но не доминируемая такими религиозными евреями и религиозными нормами. То есть, на мой взгляд, здесь есть достаточно существенная разница. Поэтому мне кажется, что это всё-таки... Точнее, я считаю, что это всё-таки светское движение, да, с элементами религиозными, с основой где-то на религиозных элементах, но всё-таки светское по своей сути. Извините, буквально два слова. Да, XIX век, возможно, это так. Я говорю о XXI веке. То есть сейчас, я повторю, Израиль – это государство для евреев. Но не для иудеев. А кто такой еврей? Сейчас евреи – это иудеи. Не обязательно. Обязательно, чтобы стать гражданином Израиля. Вот попробуйте, вы приезжаете в Израиль, вы не приедете и не станете гражданином Израиля, пока вы не примете иудейскую веку. Нет, почему? Это закон. Ну, что вы мне говорите? Это закон для Израиля. Сейчас государство Израиля – это государство для евреев иудеев. Не обязательно. Нет, не обязательно. Дело в том, что очень многие… Нет, нет, дело в том, что очень многие сверкают… Живут, да, живут там представители разных национальностей, разных религий, но гражданином Израиля может быть только иудеи и евреи. Не обязательно. Не обязательно. Опять, коллеги, мы уже переходим в процесс повторения одних и тех же мыслей. Давайте остановимся на этом. Да, хорошо. Я вижу, руки были подняты так же. Коллеги, у нас еще есть доклады, но тем не менее, если коротко, Татьяна Всеволодна, пожалуйста, вы были первой. Я хочу напомнить, что 20% населения Израиля составляют арабы. И это уже говорит о том, что гражданами Израиля могут быть не только евреи. Не надо путать закон о репатриации с законом о гражданстве. Закон о репатриации действительно позволяет репатриироваться в Израиль только гражданам, которые имеют определенные характеристики национальные. Но гражданство израильское может получить не только евреи. И я еще раз повторяю, 20% населения Израиля составляют арабы. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Всеволодна. Елена Суреновна, вы хотели тоже что-то добавить? Да, я бы тоже хотела не согласиться с Борисом Васильевичем, потому что, насколько я себе представляю, закон о возвращении в Израиль, и те, кто имеет право на эту репатриацию, вы должны доказать то, что у вас есть еврейская этническая принадлежность. Понимаете, если у вас там, не знаю, бабушка, или там даже сейчас не обязательно бабушка, родственник какого-то определенного, я вообще не знаю точно, но, по крайней мере, это никак не связано с религией, и никто из тех, вот сейчас довольно много людей подают документы, чтобы переехать в Израиль, и никто из них, от них не требует никаких свидетельств о их религиозной принадлежности. Поэтому вы здесь, Борис Васильевич, совершенно не правы. Спасибо. Спасибо большое, Алина Суреновна. Последний вопрос, я надеюсь, к Людмиле Максимовне все-таки, а не к Борису Васильевичу, Елене Суреновне, а все-таки к Людмиле Максимовне. Ромела, пожалуйста. Вы знаете, у меня действительно вопрос к Людмиле Максимовне, и большое спасибо, что она затронула эту тему. Но мне бы хотелось сказать, тема вообще просто провоцирующая, провокационная, но мне вообще бы хотелось сказать, что даже в самой теме национализм, колониализм, он как бы дает, эта тема дает уже сама ответ, собственно говоря. Дело в том, что, ну, я хотела бы сказать свою точку зрения, спросить отношение, вот к своей, как бы, точке зрения Людмиле Максимовне. Ведь известно, что 17-й год, это был переломный год для истории мировой. И именно в 17-м году, если мне память не ошибает, по-моему, в марте могу немножечко обознаться, немножко ошибиться, была подписана известная Бальцовская декларация и министром иностранных дел Великобритании. И вот господин Бальфур четко указал, что мы разрешаем, мы поддерживаем, письмо было направлено Ротшильдом, мы поддерживаем идею создания дома для евреев на этой территории. И фактически вот этой декларацией в Великобритании в лице господина Бальфура, а письмо было написано от имени королевы, естественно, хемеджести, фактически они сделали это движение фактически колониальным. Ведь на тот момент Англия уже теряла свое влияние в этом регионе, потому что сформировались совершенно четко две коалиции, коалиция Антанты и коалиция Турции, с Германией. И поэтому для того, чтобы удержать свою подмандатную территорию хотя бы на какой-то период времени, вот Англия поддержала идею создания этого государства. Поэтому вот моя точка зрения, хотела услышать ваше оппонирование, Людмила Максимовна. Не видите ли вы, что это исключительно колониальный жест, исключительно жест колониального движения. Спасибо заранее. Спасибо за вопрос. Эта декларация, декларация Больфура ноября 1917 года, она, в общем, вписывалась в контекст того, что британцы делали в течение войны. Они искали союзников. То есть, в принципе, и они делили эту территорию со своими союзниками, они делили эту территорию с Францией, они обещали часть этой территории арабам, они обещали таким образом часть этой территории евреям-сионистам. Причём совершенно непонятную, абстрактную часть. То есть, Палестина, где это вообще? На тот момент это было ещё неясно. И после войны это сыграло в их пользу из-за изменений международной обстановки и из-за того, что во время войны президент Вудро Вильсон, президент США, он заявил о том, что каждый народ должен иметь право на самоопределение. И это во многом определило послевоенные переделы территорий. И тот факт, что, в принципе, Декларация Бальфора оказалась более значимым и более влиятельным документом, чем предполагали её создатели. И она стала инструментом, действительно, которым Великобритания обосновывала свой контроль над этой территорией, над территорией Святой Земли, Палестины. Но при этом сионисты воспринимали и использовали это по-своему. То есть, скажем так, Декларация, не будучи, возможно, изначально колониальным инструментом, в итоге им стала, то есть она стала инструментом для оправдания британского контроля над территорией под лозунгом создания национального очага для еврейского народа, то есть благородной целью, в общем, национального самоопределения для еврейского народа. То есть она стала оправданием очень удобным, но это, в общем, скорее всего, не задумывалось изначально и не предполагалось, что на нее будет такая роль и такое влияние. Спасибо большое, Людмила Максимовна. Коллеги, я обращаю ваше внимание, что, говоря о Декларации Бальфура при Людмиле Максимовне, мы открываем ящик Пандоры. Я обращаю ваше внимание на ее монографию, посвященную Декларации Бальфуры, и на видеоподкаст, который мы, скорее всего, недавно записали с Людмилой Максимовной, где как раз обсудили Декларацию Бальфура. Ссылки я сбросил в чат. Если кому интересно, можете, безусловно, пройти, скачать и посмотреть. Я думаю, будет интересно. Спасибо громадное. Действительно, очень интересная тема, потому что я читала некоторые книги, изданные непосредственно в Израиле, где идет упоминание об этой конференции, об этой Декларации, простите, везде очень разнообразные мнения, даже внутри сионистской истории, внутри сионистских историков. Безусловно, это так. Спасибо большое Людмилу Максимовну. Очень обстоятельная у нас дискуссия получилась, и за это вам большое спасибо. Тема действительно очень интересна. Мне кажется, в следующий раз ее нужно продолжить и, возможно, развить в другую еще сторону. А каковы отношения к теме национализма и колониализма внутри сионизма или восприятия сионизма было у старого еврейства в Палестине? Мы говорили сегодня много об арабах, но, собственно, старые евреи, мне кажется, тоже не совпадали в оценках происходящего с евреями новыми, скажем так, сионистами, мигрировавшими из Европы. Я думаю, это нам было бы интересно послушать в будущем. Спасибо большое Людмилу Максимовну.